Верните нам уличное освещение, буквально кричат жители улицы Малышева, что в южной части Полевского. Вот уже 20 лет люди живут без света. Вечерами здесь хоть глаз выколи. У нас вот очень много молодых семей и ребятишек водят в садик вот по такой темноте. Сейчас-то, конечно, уже начинает светать, а зимой-то вообще здесь очень темно. Наталья Киселева рассказывает, что письменное обращение с просьбой восстановить уличное освещение по улице Малышева результата не дали. Кругом отписки, смысл которых – денег нет, но вы держитесь. Мы написали письмо Рогожкину, Свердлов Энерго, а он нам ответил, что это территория администрации, и поэтому этот вопрос решить он не может. В администрацию тоже обращались, но нам ответили, что нет денег, чтобы установить эти столбы. Но жить так дальше просто нереально. Детям вечером не погулять, а утром, когда нужно идти в школу, а взрослым на работу главный аксессуар гражданина с улицы Малышева – это фонарик. Доколе это будет продолжаться, полевчанки пришли узнать в Думу Полевского. Мы пришли с большой надеждой и верим, что наши депутаты присутствующие помогут нам, потому что у нас 20 лет уже, 20 лет нет света на улице, освещения. Столбы вот так вот, знаете, все шатаются, сверкают провода. Даже напротив моего дома, вот это стоит столб распределительный. И вот когда сильные пары ветра было, вообще невозможно было. Я живу в таком страхе, что вдруг упадет вот этот столб, или на дорогу, или на дом. Уличное освещение – вопрос местного значения. Это значит, депутаты, конечно же, разделили чаяния полевчан. Но ответ просят дать специалиста администрации города, которая рассказывает о планах и задачах муниципального контракта на этот год. Ревизия светильников – 32 штук, замена ламп существующих светильников – 280 штук, замена устаревших светильников – 100 штук, в том числе 50 светодиодных светильников, ремонт опор наружного освещения – 16 штук, а также текущие работы по устранению повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудование, настройки таймеров, включения и выключения светильников наружного освещения. Список обширен, но в нем нет ни слова о улице Малышева. Вы спросите, почему? Все просто. Там нет муниципальных столбов, а значит, нет и светильников. Нет там уличного освещения. А руководитель полевского филиала Облкоммунэнерго добавляет – и не будет у собравшихся ступор. И не мой вопрос – почему? Это связано в первую очередь с законодательством, а вторую – с отношением администрации к Облкоммунэнерго. Сергей Рогожкин поясняет, что сегодня взаимоотношения Облкоммунэнерго и администрации города, заложниками которых стали, в том числе и жители с улицы Малышева, можно назвать игрой в одни ворота. Вот, к примеру, в прошлом году в рамках сотрудничества с Полевским городским округом сетевой организацией на улицах города было заключено соглашение, в рамках которого был восстановлен достаточно большой объем уличного освещения. Свет появился на улицах частного сектора северной части, в части сел на центральных улицах Полевского. Мы не только СВА, а организация, которая обязана транспортировать электрическую энергию для каждого потребителя, неважно это, на квартирный дом, предприятие, либо физическое лицо в коттедже. Значит, наша задача еще выполнять федеральный закон по тех присоединениям, которые контролируют президент. Значит, администрация на всех уровнях нам полностью ставит препоны в этом вопросе. Обязательство администрации выделять нам землю без разрешения на строительство и специальное законодательство и нормативные документы по этому вопросу. Последние за два месяца 15 заявок на выделение земли мы получили отказ из 16 на 13. Обоснование для отказа – несоответствие планировки города. В голове не укладывается, говорит Сергей Рогожкин. В Полевском городском округе есть эфирное цветное телевидение, на которое смотрит наше правительство. и которому уделяет особое внимание. Мы в рамках закона о тех присоединениях с договоренностями с ранними главой с предыдущим, что такие объекты, где у нас 2-3 опоры, делаем их вперед, потом оформляем землю по 160-му постановлению. Мы сейчас эти вопросы начали подбирать и по требованию администрации, чтобы мы организовали охранную зону, мы начали строить и оформлять эти земли. Мы получили на это отказ. То есть предложение администрации отключить цветное телевидение область в Полевском районе. Ну тогда тут приедут другие органы. Жители, выслушав и представители администрации, и руководители сетевой компании, просят рассмотреть возможность освещения своей улицы в частном порядке. Говорят, что они ни в чем не виноваты. Они просто хотят увидеть свет на фонарном столбе. А наша улица магистральная, на ней не горит. Вот сейчас услышан был вопрос, что в районе первой школы освещение будет, но оно там уже есть, значит там будут менять опору. Я не знаю, там поменены или нет опоры. А наш участок два десятка лет нет. Депутаты обещают содействие, но помочь они могут лишь письменным обращением на имя руководителя облака Мунэнерго. Принципиальные же решения, как все поняли, лежат на администрации города. А жителям остается только ждать светлого будущего. Я думаю, что этот вопрос все-таки решится. Что мы на магистральной улице, будет свет. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Константин Миронов. Новости. Твой день.